Ну да, да. То есть не оттого сюда идти. Это того не стоит, да. Мы с собой заберем ее. Потом ей и пол сможем перейти. Опа, тут смотри, кто как раз и приехал, снимай. Пацаны, здорово. Летим в Португалию. Ну, почти. Я тебе, Тор, взял костюм цветастый, новый. Ну, как новый? Он новый, вот на мне твой, а у тебя мой новый. А тут тоже мой, поцикарь. Самый новый на мне. Это много? Ну, еще чуть-чуть пять, да? Как дал? Чуть-чуть пять. Ну, что, дорогие друзья, вот мы ждем посадку. Генетик-клаб. Ислан, Роман Халиули. Ай-Би-Би-Про. Просто он пока еще не Ай-Би-Би-Про. Я планирую. В субботу он будет. Я надеюсь. Я очень надеюсь. Да, с оператором, Леша. Грус. Ты помнишь, что ты меня? Лех, поел довольно. Кстати, Лех, вкусные сосиски были. Очень. Ну, реально не умеют. В смысле? Он же все гримирует свои. Нет, они не гримируют. Вот я делала, не умеют. Перчик сладкий, вкусный. У меня за собой два валика, но... Нет, у меня все есть. Я пришла перчатка, как лучше с валиком перчатка. У меня все есть. Я просто... Как удобнее будет. Либо ярко, либо дикторно. Мы в городе Санкт-Петербург летим в Москву, чтобы потом прийти в Лиссабон. Еще чувствую приключения будут, как обычно, в Москве. А зачем вы летите в Португалию? Наш поезд приедет. У нас личный автобус. Автобус до Москвы. Да нет, что ли? Пересадка будет быстрая. У нас 2 часа. Нам нужно получить багаж с Питера, пересдать его на Лиссабон. У нас багаж полный. Ну, такой, полненький, короче. Три майки и 150 банок и капуал таблеток. Мы в Москве. Приземлились мы, конечно, на 25 минут позже, чем должны были. Сейчас нам нужно получить багаж, выйти, заново пройти стойки регистрации, получить посадочный. На все про все у нас час есть. Я надеюсь, без эксцессов пройдет, но без нас не улетят. Мы онлайн регистрацию прошли, все окей. Вон, шеф идет, слил воду. Я пописал. Да, друзья мои, мы прилетели на полчаса. Он стал уже, да, что мы прилетели на полчаса позже. В общем, но мы не переживаем. Гру. Ну, не сильно, конечно. Все хорошо. Я говорю, что мы успеем. Народу, мне кажется, не очень много. Нам стоит сейчас выйти на получение багажа. Ступенек нет, ты не упадешь, все хорошо. Нам налево, кстати, за багажом. У нас есть специальная карточка Аэрофлота. Красивая. Поэтому нам в любом случае регистрация проходится без очереди. Это действительно удобно, поэтому не реклама. Но если вы летаете, рано или поздно вы сможете накопить на такую карту. Возможно. Упрощает жизнь очень сильно. Поэтому вот. У нас маленькие такие есть свои плюсики. Почему мы можем идти позже на посадку, на регистрацию. Эскалатор, поехали. Вот. Поэтому, короче. У Ромы, у Ромы хорошая нянька. Полезная. С бонусами, с читами. Да. Кто-то мне активно пытается дозвониться. Давайте посмотрим, кто. В общем, сейчас мы все эти дела сделаем. И если времечко будет, еще выйдем с вами на связь. Самочувствие хорошее. Все замечательно. В общем, скоро будет ролик. Вот. Рома избирает багаж. Видите, чемоданов почти нету. Наш тут. Потому что, будучи вип-клиентом Аэрофлота, даже на багаж тебе клеят бирку. И твой багаж первым выгружают. Приятненько. А еще Рома за ним пошел. Тоже приятненько. А у Олеси, у Олеси так быстро не будет. Но мы ее подождем. Мы хорошие пацаны. Мы своих, во-первых, не бросаем. Поэтому будем как дебилы стоять и ждать. Ну, я говорю, что мы как дебилы будем стоять и ждать, скорее всего. Ее не бросим? Да, сейчас нет. Подождите, мой ребенок. Вы что? Вы где? Я говорю, стоим, ждем. Не уходите, только без меня. Ладно, стоим, ждем. Ну, действительно, потому что очень жесткая подготовка. И я думаю, что многим тяжело одним. Поэтому, естественно, мы и Олеси и до дома довезем. У нас-то машина уже ждет нас. Все, пошлите. Видите, как все быстро. На самом деле, реально очень быстро выгрузили. В общем, ребята, поездка, соревнования. Полчаса назад было еще весело. А сейчас реально херово. Роман не летит. Не полетел. Не в Португалии. В общем, я еще в самолете, но не проверил он срок действия визы. Он был уверен, что виза у него годовая. В общем, на регистрации уже в Португалию мы узнали. Нам сообщили, что у него закончилась виза. К моему большому сожалению, Рома не летит. Меня уже стошнило от стресса. Я бы, на самом деле, сам все бросил. Не полетел. Но думаю, что, во-первых, он бы еще сильнее из этого переживал. За меня в том числе. Во-вторых, наверное, я должен от двоих выступить. Уже настроение, конечно, сейчас очень тяжелое. Потому что все, что делалось, делалось для Ромы. Дом, машина. В принципе, даже моя подготовка была, чтобы поддержать его и двигаться вместе. Билеты уже, по-моему, смог поменять на Ликанте. Я не хотел ехать в Испанию, но значит, мы поедем в Испанию. Лететь 5 часов. Я постараюсь уснуть его. Тут, в принципе, в самолете есть я не буду местную еду, скорее всего. Поэтому я сейчас съем 50 грамм орехов. Протеиновый батончик. Попросил воды. Девушки очень вежливо дали мне сразу. Сразу бутылку. Знаете, просто не хочу гонять постоянно со стаканчиками их. Так гораздо проще. Что ж, по прибытию вы увидите. Надеюсь, мы быстро пройдем контроль. Нам вылета контроля почти не было. Виза, в принципе, да и все. Спросили, куда я иду на соревнования. В ПРЦ-то это показали. Про приитки никого даже не спрашивали. Ну, мы в Португалии тоже мы быстро пройдем. Заберем автомобиль. Поедем заселяться. Прямо реально понимаю, что у меня будет теперь стресс. У нас двухэтажный дом, где мы сейчас будем с Лехой вдвоем вот в прятки играть, видимо. Я думаю, что смогу это осмыслить. И к утру, надеюсь, прийти в себя. Я полный чемодан добавок, рассчитанных на меня и на Романа. У меня 8 капельниц, по 4 на каждого. Все необходимые вещи. Даже глюкометр с собой, чтобы контролировать загрузку, уровень сахара. В общем, я знал, я знаю, что Рома будет вступать на Олимпе. И мой план был отсюда получать квалификацию. Ну что ж, значит, просто в другой раз я буду верить в то, что значит, то, что он не полетел, отвело от какой-то беды. Может, по самочувствию ему. Это все от чего-то. Все делается не просто так. Наверняка, позже мы сможем это понятие осмыслить. Пока я побуду в себе, и уже скоро вы увидите Лиссабон, видимо, ночной, и город Кашкай, где будет пройти турнир. Надеюсь, я начну улыбаться. Спасибо, что вы с нами. Это очень ценно, на самом деле. Даже Рома, то, что поехал со стрессом, отправился домой. Думаю, он этого не показал. На самом деле, просто мужик. Ну, прости, говорит, что я не проверил визу, говорит, это реально. Ну вот, я, говорит, вот так слышал, когда я ее получил, ни разу не открывал. Более мужественного лица, и так все. Он не показал, он не показал вида. Он уже получил от меня план. Он очень попросил поесть сегодня вечером, и я принял решение, что мы грузимся. Он выпьет сейчас необходимые препараты, которые были мой прописаны для турнира. И через несколько дней будет это сессия. В общем, мы всю подводку планируем у мной, препараты. Не в самой жесткой форме, но в практически пиковой мы проведем подводку. И роман сможет снизить свою форму в зеркале. Я ее по фотографиям отцениваю. Мы будем понимать, насколько схема, которую я планировал сделать на этот турнир, имеет место быть эффективно. Я буду следовать ей же. И значит, мы ее будем, если все понравится, транслировать на следующий турнир. Ты еще снимаешь, а я уже ем. Вкусно, на самом деле. Это, наверное, гарант качества. Реально гарант качества. В субботу выход. За наши батончики я спокоен. Других я есть не планирую. Но после соревнований попробую местное точно. Ты опять снимаешь? Лех, ну я ем. Ну что, друзья мои, к сожалению, не в полном составе. Мы вышли с самолетом. Остался нам паспортный контроль. Но у нас это вот, смотрите... Паспортный пацан остался там. Ну ничего, в следующий раз, я думаю, такой ошибки мы не допустим. Такого не повторится, да. Друзья мои, Саша Ферминов, профессиональный спортсмен категории Мэнфизик. Тренер просто кучи спортсменов, титулованных. Он привез свою проатлетку, Олеся Качура. Выступает в нем номинацией в Мэнфизик. Нет, фигура. Фигура. Я в них просто путаю. А в номинации фигура. Вот, проспала она пол полета. А я почему-то не спал. У меня, видимо, нервячок все-таки сработал. Мысли, мысли, да. У меня нервячок сработал. В общем, приехали в Лиссабон, в Португалию. Было нереально красиво. Пока все мысли... Садились мы боком на шамалете сейчас все-таки. Потрясло. Я даже на это не смотрел, не обращал внимания. Просто на это очень красиво. Что, мы сейчас едем заселяться? Нет. Вы где живете? Нужно вначале пройти паспортный контроль. Я все больше это переживаю. Ну, людей много. И, мне кажется, так пока не как нас выпустили из России, что, мне кажется, так же спокойно пусть это из Португалии. Я вот больше за это переживаю. Мне главное сейчас шаг сделать, переступить и все. За паспорты, да? Ты уже... Ну, и... Не-не, паспорты не хочешь. Леха там тоже. Это все нормально. Ты там как я. Так что нормально. Мы вместе, если что, развернемся. А у тебя что-то приглашение есть? Да, по приглашению. Но у нас же визы неотказанная. А, вы первая? Не, нормально, нормально. Я бы необходимые визы в Испанию въезжал, когда мы в полиции сидели три часа, поэтому... Если там прокатило. Главное, что ты знаешь английский, поэтому мы попроще будем. Слушай, если бы я не знал английский, кстати, мы бы всех пятером поехали... Они бы все поехали пищем в Россию. Просто эти просто... Ну, что, давай... А, как это? Короче, на самом деле, дожала бы другая машина, но ее кто-то кокнул, и поэтому вот пришлось нам брать Toyota Hybrid. Ну, симпатично внешне. Сразу скажу, мое мнение про автомобили не надо слушать и даже прислушиваться, потому что... Давайте так, после... Мне очень сложно ездить на любой машине. После моего автомобиля, вот это вот как бы, ну... В общем, мне тяжело. Я просто скажу, что она, мне кажется, внешне симпатичная. Она, естественно, не едет, не рулится, неудобная и все такое. Ну, в целом, она симпатичная машинка, и она наверняка хорошая за свои деньги. Я так думаю, что это Toyota. Ну, вот. Что вам скажу, ребята? Я стою холодно. С океана холодный ветер, реально прохладно. Не знаю, плюс сколько, но вот по ощущениям прохладненько. Ничего, я хочу писать очень сильно и пить одновременно. У меня вот именно в процессе полета включился диурез, меня начало сливать. Там, я не знаю, что там с ногами, конечно, уставшие, но... Ну, как-то... Ну, сверху, сами понимаете, у меня всегда все лучше, поэтому даже можно не проверять. Ребята пытаются взломать дом. Я подвез, прикиньте, короче, сюда только на такси ехать около 40 евро, сказали. Поэтому, ну, мы не могли, ребят, не подвезти. Пусть немножечко в ущерб, конечно, себе, своим силам, временем и так далее. Ну, не критично для нас. У меня на сегодня... Где мой литр воды? У меня на сегодняшний, по плану, литр воды. Я думаю, что я сейчас прям приму остатки жиросжигателей. В любом случае, мы не будем спать. По нашему времени, ну, сейчас еще часов, наверное, 8, отличие от Питера, 2 часа. Тут 2 пакета брусневера плавает. Леха, я сейчас буду писать. Вот это реально не снимай. Включай камеру. Ну, все, ребята, 2 правонарушения в Португалии уже есть. Первое нарушение скоростного режима. А, еще я выехал на полосу для автобусов, в аэропорту заблудился. И пописали в неположенном месте, значит, мы красавчики. В общем, Ромка уже дома. Рома отписался, что, говорит, форма, говорит, пипец, начала улучшаться. Все круто прописано. Еще раз он извинился, что так вот с Изой вышло, что не посмотрел ни разу. Ну, конечно, это очень грустно. Что мы решили делать? Он сказал, что он... Ну, у него реально сильный стресс. У меня-то он сильный. До сих пор живот болит. В общем, он сегодня решил вечером хорошенько покушать. Ему это надо с семьей. Я расписал полную подводку к выходным. Мы проверим практически всю методику. В общем, короче, к выходным он будет делать фотосессию с подводкой, предсоревновательной, загрузкой, всеми манипуляциями. Следующий турнир через месяц. Он уже... Билеты я покупал... Ну, до лица. Он успел поменять билеты с доплатой на Испанию. Я в Испанию ехать соревноваться не хотел, но думаю, что теперь я... Буду думать по-другому. Либо просто с ним поеду, либо выступлю в Испании. Настроения просто на Испанию нет. Есть настроение на Польшу. Я же, чтобы позволять сейчас выпью жиросжигатели. И... Ребята вообще такие думают, что мне спать не надо, нам ехать не надо. Нас тоже хозяева дома не ждут. Я тоже как бы... Ну... Норма, кстати, музыка у Лехи. Я тоже, ну, не всем я не записывался. Ребятки очень хорошие. Я, в любом случае, буду им помогать. И как переводчик буду выступать. Но... Очень хочется, чтобы, так скажем, обо мне тоже немного не забывали. Кстати, бруснивер мне на вкус нравится. Дома заваривал. У меня доченька сказала, бруснивер вкусный. Единственное, просила добавить в него сироп на пенамбура. Но сказала, что вкусно. Вот. Кстати, я еще даже не видел ключ из машины. Выглядит он вот так. Ключ уебище. Ну, откровенно говоря. Не знаю, зачем он такой. Для телефона места нет. Поставил вон торпеду. Ну, плюс-минус видно. Слушай, вообще, сейчас пойду, ребят, скажу им, что я хочу ехать. Мне это не очень нравится. Я тут перелезть могу? Я тут перелезть могу, в принципе, за борта низкий. Ну, райончик такой себе. Весьма такой себе. Мы живем в другом районе. Отсюда минут семь. Но он считается такой... Я об этом не знал. У меня, кстати, соседа оказался мужчиной, Михаил. У него языковая школа. Португальского языка. И у нас сказалось, что где живу я, очень престижный район. Там живут актеры. Живут актеры, музыканты. Более известны, там живут юристы. Ну, и по фоткам. Надеюсь, у нас парадон не доходит. Его мама живет у Миши на соседней улице от нас. Я тоже хочу отдыхать. Вот. Поэтому, ну, нам ехать будет до места проведения турнира. Семь минут. По сути, смотрите, мы от ребят до... Ребята справа от казино находятся в семи минутах. А мы слева. Мы ближе к Миссуроку находимся. Миссурок, крайняя точка континента. Я правильно понимаю. Мы туда съездим обязательно. Я делаю. Сумка, чемодан. Ты хочешь из Симсана? Нет. А, да? Там чемодан. Ты с нами, да? Да. Ну, тут виды домики такие, как бы. Там просто пиздол, скажите. Гляньте на 15-17, у нас там почти 2 метра. Ну, все. Ну, он стал, что тренд хороший. Ну, сосед сказал даже, он по самолету, к которому мы ехали. Да я просто могу тебе сказать, что, блядь, давай представим, что мне скажут, блядь, что ты будешь сидеть в Португалии с Русланом Калецким, блядь, и с Алексеем пить кофе, блядь, на турнир, я бы сказал, вы чё? Да как такое, блядь, вообще важно? Кстати, отличный кофе, я скажу. Да, очень хороший. И чашки миленькие. Вот. На этой сушке особо полегал. У меня с собой мастер масла длитый банка, так что кофеек будем пить максимально полезный. Ребята, у нас с океана, ветер холодный, у меня прям остатки моих волос стали дыбом. Ну, очень холодно, на самом деле. Но мы должны были выпить кофе на улице, в любом случае. Где галочка, 100%. На самом деле, только всё начинается. Посмотрим, как ребята доведут, как Руслан доведёт форму. Где-то я буду ему помогать, в любых аспектах, я ему уже говорил ранее, что он на меня может рассчитывать. Я могу даже оценку, грубо говоря, свою, какую-то со стороны. Пусть мне нужно Олесю так же довести. Ответственный сейчас шаг, мы всё равно представляем, грубо говоря, от себяшники, может, да, получается? Ну, не от сборной России мы выступаем. Мы представляем флаг сборной России, но в основном мы за своих пацанов. Мы за вас, ребят, я вам уже говорил. Вы мне, оказывается, сумасшедшую поддержку во всех аспектах. Начиная от поддержки того, что я делаю в плане спорта, заканчивая тем, что мы делаем вместе для бодибилдинга, то, что мы делаем в плане бизнеса. И Саня молодец, он тащит кучу ребят, готовит. Принципиально не одевает пиджак. Наверное, один из немногих людей, у которых большая команда спортсменов, и кто тащит формой, а не униформой, да, вот, поэтому тоже молодчина. Вот, ведь приехал с Олесеньки, будет тоже. Ну, для меня это, на самом деле, шаг именно в тренерской карьере сделать профессионального атлета, привести его на международный старт, на профессиональный, где лучший из лучших приехали сюда. И прямая квалификация на Олимпию. Для меня это в тренерской карьере, ну, просто, честно, очень большой скачок такой. И ребят готовил на район, на область. И сейчас вот на такой уровень. Круто, конечно. Я рос, рос тихонько. И вот за весну 2020... Подожди. За весенний сезон этого года мы заработали 73 медали, я посчитал. Вышим гра. То есть, вот такой для меня тоже прорыв был. Очень хороший. Из меня лучше тренер, чем спортсмен. Мы так сказали. И, в общем, нужно заниматься любимым делом, любить его, и все получится. Кстати, знаешь, что ты сейчас сказал, да, ты лучший тренер, чем спортсмен. Значит, иногда, ребята, вот сейчас запомните, иногда не лучше заниматься любимым делом. Я думаю, что с Аней качаться и выступать тоже любимое дело, и сейчас нужно заниматься тем, что ты делать умеешь и делаешь хорошо. И это важный момент, потому что, знаете, вот многие хотят быть менеджером, каким-нибудь там менеджером сидеть в рубашке. Ну, бля, чувак, если ты охеренный сантехник, поверь, менеджер будет сидеть и жить у мамы, и ходить с 12-м айфоном в кредит, а ты сантехник, будешь жить в своей квартире, ездить на своей пятерке BMW. Короткая история. У меня давно-давно собирали кухню на квартире, когда я только купил. В общем, подъезжаю к дому, созваниваюсь с мастером туда-сюда. Ты где? Я подъехал. Он говорит, вы на чем? Я говорю, я на белом рейнже. Он говорит, все, я вас вижу. Я такая паркуюсь, я говорю, а ты где? А вот, ну, черная пятерка BMW слева. Мастер по сборке кухонь. Делайте то, что умеете, делайте это хорошо, делайте это от души. Любая работа, любой труд, это невероятный почет, поверьте. И дворник, он метет, делает улицу чистым, чистой, и мы этому радуемся. Сейчас пойдем обратно, я вам скажу так. Мой партнер по бизнесу, мой совладелец всего, так скажем, что у меня есть, в детстве хотел быть дворником. Погнали. Хорошо и вкусно. Хотя из меня спортсмен тоже был пиздатый, я же тоже какое-то заработал звание. А у меня только одно может завариваться наше отчайшение, от меня зависит. И нерваться. Живот нормально держусь. Живот нормально держусь. Живот нормально держусь. Живот держусь. Бодибилдинг называют, бодибилдинг не может тебя пахнуть, да? Ты прогоняешься, а утром? Да. Это вода. Да, вода все уйдет. Достаточно. На самом деле сейчас более готова, чем планировался, ну к этому моменту. У меня как будто ты вот сейчас с перелетом. Мне кажется, ты стерцанул на кромке. У меня леска сейчас приехала, она бодритая была. Да? Смотрел. Охуенные батончики. Блядь. Вот это я буду, вот это моя вкусняшка. Я выступлю. Я их тоже с тобой взял в самолете. Очень. Я выступлю и вот я буду с чем обращаться. Сейчас, друзья мои, тут ничего не работает. Тут тоже коронавирусные ограничения. У нас очень гостеприимный хозяин дома нашего. Дом покажем мы завтра с улицы. Правда, очень приятное место. Подсказал, что есть Uber Eat, по-моему, называется. Это отставка еды. У ребят гамбургеры. Мы ждем. Мы заказали все как-то. На палочках лицо. Лили-кебабы. У меня салат с грудкой курицы. Листья салата. И пара там помидоров череп будет. Собственно, отличный ужин. Хороший белок. Все это я сейчас обязательно заем омега-3 жирными кислотами. Ложки лицетина. Приму все жирорастворимые добавки необходимые. В принципе, пока еду везут. Моя задача распаковать багаж. Вы с ума садите, что там лежит. Вы охереете просто. Но готовил на меня, на Ромку. Знал, что будут ребята. Думал, что мы будем все вместе качаться и ебошить. Будет люто, огненно, круто. Блядь. Даже говорить тяжело. В общем, много всего привез. Ты так, блядь, говоришь, как будто ты его похоронил. Да, блядь. Да, видишь? Я умею сюда выигрывать. Нет, да. Блядь, я просмотрел нахуй всех про, которые едут. Вот он начал переживать как блинг. Вот этот он большой. Блядь, большой. Вот смотри его фотки. Все сценически обработанные, блядь. Это как Тавик Астром, блядь. Вот тоже самое. Тавик Астром любителя стал пятым. Ну типа пизда-то обработан начал. По факту у нас... В общем, просто квалификация перенеслась по времени. И все. Да. Конечно, да, это обидно. Да, сумасшедшие какие-то расходы дополнительные. Но это не дороже денег. Самое главное, Рун, будешь смотреть. Я сейчас повторю, что то, каким он мужественным лицом все это прошел, поехал, что он написал мне, ребята, это, блядь, мужик с большой буквы, понимаете? Ну он принял как должное, по сути, в этот момент. Просто очень дорогой урок. Очень дорогой урок. Ну ладно, давайте без соплей, короче, моих, а то я что-то разнежился, я же, блядь. Олеська, я хардкор. Сейчас мы разбираем. Блядь, доводчиков нету. Машина простая, дверь без доводчиков на кухне. Вот, ладно. Сейчас мы отвоюем за рунку. Олеська, Брус, утвоюет 100%. У нас других выборов нет. Короче, давайте я вас повеселю, ребят, повеселю. В Испании, когда были, выступали в торже масках, я боялся, что будет какая-нибудь ерунда с масками. Очень, короче. Я купил себе маску, она из сетки. Она тупая сетка. Вроде маска, маска. Она прошла, нормально? Ну, слушай, не знаю, посмотрим. В ней могу дышать. Просто какая-то пластиковая сетка и все. Короче, вот взял такую ерунду. 120 рублей стоило. Да я чуть не... У нас в Испании один упал на сцене, двое после сцены. Ребят, я... Если нажимать, то выжимать себя по полному. Я вам, что он прошел, блядь, в категории. А зрители-то уже знали, что ты будешь? Нет еще. Все, это для вас будет... Будет терпеть. Ребят, хотел погнать спортпит, который я привез, но понял, что... Ну, спортпит спортпитом, в общем, расскажу, что у меня с собой. Это детское мыло. Именно детское мыло использую в последние дни, чтобы ничего личного не увлажнять, не было масел, отдушек, аллергенов для кожи. Детское мыло. Вообще дешевое-дешевое. Написано по мосту. Может быть. Сахарный песок. Просто был дома, был багаж, взял с собой. Для чего сахарный песок? Я сейчас с вами поделюсь, ребят. Это мне рассказали наши питерские гримеры. В общем, детское мыло плюс сахарный песок – самый правильный скраб для кожи. Сахарный скраб, он снимает хорошо кожу, отшелушивает. В общем, опять же, нету отдушек, нету никаких эфирных масел. Поэтому просто напениваем сильно мочалку, макаем мочалку в сахар, и пока он не растворился, таким образом моемся. Чем более у вас, так скажем, отскрабированная кожа, тем лучше ляжет грим. Поэтому вот сахар, вот мыло. Можете угорать тогда мной, может и нет. Я вот делюсь тем, что есть. То есть резиночка для раскачки лучше иметь с собой. Конечно, на турнирах, кстати, такого уровня все есть. На Олимпии, в Мумбаи там было просто целая качалка, считайте. Но на всякий случай лучше взять с собой. Соль. Откровенно говоря, я жестко чувствовал, например, в Румынии. Мы купили там соль морскую. В общем, она была как-то не соленая. Прям, короче, соль привез с собой. Вот все, отрываю бегунок, закрываю соль. Мы готовы к готовке и кулинарии. Соль своя. Специи, я даже не знаю, где стоят. Мы, наверное, будем до специи использовать какой-нибудь... Короче, здесь. Средства для сосуда все пойдут сюда. Вперемешку немножко, друзья мои, глюкометр. Глюкометр для контроля загрузки. Я попробую вам объяснить, для чего. Есть окно анаболизма, анаболическое окно инсулина в диапазоне там от 5 до 6. Если вы грузитесь, и сахар улетает за 6, ладно, 6,2, то выделяются определенные гормоны, которые срочно снижают сахар. То есть происходит не анаболизм, а происходит депонирование всех сахаров. И самое забавное, уже не в гликоген. Не успевает такого процесса. Все улетает в жир. Если вы грузитесь, во-первых, нужно уметь тормозить. Б. Если у вас не хватает инсулина, собственно, нужно колоть инсулин. Инсулин я не брал, у меня проблем нет обычно со снижением сахара от приемов пищи. Но контролировать подъемы сахара буду глюкометром. Ну и потом Роману тоже самое будем делать в Испании. Я с ним не подъединился эту информацию, он в курсе. Он очень-очень был воодушевлен этим моментом. Я, правда, очень максимум приложил от себя усилий. Это, короче, аптека. Тут аптека. Я, наверное, тут аптеку разбирать всю не буду, друзья мои. Потому что тут всего разного, очень много. Тут стафлавин, друзья мои. Это очень сильный антиоксидант. Энергетик. Канифрон. Это у нас микрофлора полезная. Это гипомерц. Снижает уровень мяка в крови. Также гипомерц будет в инъекции. Кстати, гипомерц нужно выпить. Пакетик. Я не знаю, буду ли я этим делать капельницу на самом деле. Возможно, было бы хорошо. Но не скажу, что у меня на это есть сила. Я гипомерц ставлю обычно капельно. У меня еще в машине остался моя бутылка воды. Я, наверное, прошу потом лёгку за ней сходить. Потому что я в двери запихал. Потом, когда разберем. Я, Сашел Позволеньевич, выпил быстро гипомерц. Потому что там у меня, понятно, пол-литра осталось воды. Ну, пара капель погоды не сделает. Что-то мой пакет, мой стакан. Я этим могу пить. Гипомерц. Глобензин пойдет уже при загрузке. И при каждом приемом пищи будет съедаться две таблетки. Вообще у меня по воде ограничений нет. Это просто я сам себе принял решение. Сколько это ограничений должны. Стоит, наверное, пол-литра в восемь. Я воду не ограничивал, если проблем нет. В первом стиле. В общем, вот так. Тут салфеточки спиртовые. Чаи, травы и так далее. Пока необходимое мы достали вот это. Пока уберем. Ну, давайте, как есть, достаются подряд. Шмот, мой шмот. Я его потом отнесу в свою спальню. Спальню вы увидите в следующем выпуске. Уже, который мы с ним завтра утром. Это, знаете, косметичка Ромы. Приехала со мной. Да. Ну, то что у меня теперь есть в духе. Ромка, буду пахнуть такой. Что еще? Давай? Да, у меня тут тоже здравый вещь. Да, правильно, я тоже. Так. Дейзик. Дейзик натуральный, эко. Амилопектин. Амилопектин – это молекулярный углевод. Обладает низким, практически отсутствующим инсулиновым индексом. Индексом. Поэтому очень хорошо вместе с загрузкой его использовать. В последний день соревнований он будет у меня с собой. То есть я прямо в него буду какой-то такой влажный пирожный. Прям в него макать. Или какие-то суфле. И вместе с ним потреблять. Вот. Тут дальше понятно, что валики на всякий случай рассказывать грим взял два. Мало ли что. Потому что подопечная Саня сказала, что ей нужно будет помочь с гримом, она не будет в кабинке гримироваться. Ей не нравится. Я буду гримироваться в кабинке. Расскажу почему. Потому что я должен был выступать за день до Романа. И я на себе тестирую обычный грим. Как его наносят, он смотрит тоже на цвет грима. Как вообще результаты у спортсменов на сцене у меня вблизи. И мы принимаем решение гримироваться самостоятельно или идти в кабинку. Штанги кофта. Которые по ходу дела пригодятся. На что я не рассел. Это, я забыл как называется материал. Это губка специальная. Она оттирает белую обувь. Просто превращает в белоснежную. Я забыл с половы, ребят. Я не скажу. Я вылетел с половы. Короче, губка просто сверх. Еще одна майка. Я не знаю нафига сколько шмотов скажу. Но мне нужно купить там всякий портвейн, вино домой на гостинце. В общем, тряпки брал, чтобы шмотки завернуть банально. Губки ватки. Тут. Ну вам, наверное, мои трусы мало интересные. Грим. Пакет с гримом. Отнесу на полку. Так. Тут. Как я говорил. Я готовился для меня с Ромой. Очень активно. Это все шприцы. Шприцов много. Что тут скрывать рассказывает сказки. Дофига. Это физраствор. В большом объеме. Планировалось сделать капельницы. Кстати, я думаю, что капельницы сегодня сделаются. Есть и вместить. Кардиомагнил. Кишечно растворимый аспирин. Особенно важен в финальную стадию. Хотя еще воду напиваем. Но все равно. Агрегация крови должна быть адекватная. Тут, естественно, есть системы капельниц. Ам... 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 На самом деле, я буду закидывать некоторые пучи, ребят, чтобы потом не забыть. Это заказчикам. Тут очень... Ну, многие ребята просили привезти. Тут иностранцы наступающие. Кому сейчас сложная дорога. В общем, не прихватил. Там еще в одной сумке. Ну, не скажу, что много. Ну, просто реально, физически... Ну, и как бы рисковать лишний раз не хочется. Ну, понятное дело, привез. Это моя. Это для себя, ребята. Да, гармоносно не отключается. Есть своя схема определенная. Как и что с ним делать. Вот я сейчас там... Моя ампула. Где шприцель, я-то не помню. Точно это. Системы для капельниц. Пакет в любом случае можно разгрести. Я его на столе оставлю. Потом... Разберу. Это очень удобный самый пластырь для того, чтобы капельницу фиксировать. Ну, вот это можно батарейки поставить. Правда, я сам себе хорошо ставлю капельницы, другим не так уже. Значит, постараюсь, друзья мои, быстрее все делать, потому что ролик получается долгий. Я не знаю, на что вам это вообще все интересно. Так. В общем, полная банка Омеги-3. Всю загрузку два дня после каждого приема. 6 приемов пищи по 3-4 капсулы. Планируется. Почему планируется? В зависимости от того, как будет вид белка, рыба или мясо. Если будет идти мясо, то больше Омеги. Если рыбные приемы пищи, то меньше. Это уже решим мы, находясь в магазине, в супермаркете. Такие продукты будут куплены. Тут просто удобный контейнер. Это не чтобы что-то сныкать. От телефона. Тут очень много таблеток. Это удобно. Тут интересный мелдранат. Вы знаете, что для питнации он не нужен. Я уже объяснял. Это обезболивающе сильно, если понадобится. Но! В случае подводки, подготовки, при загрузке, мелдранат отключает работу и карантин в организме и переключает углеводный обмен. На счет этого мы достигаем определенного эффекта улучшенной нагрузки. В этот момент используем. Тут ряд мочегонных, которые не планируется использовать, но на всякий случай они должны быть с собой. Если вы думаете, что я сейчас ищу, то я вам скажу. Я ищу астрозол, который я не применяю во время подготовки. Я держу все свои мне моменты, почему. Но последняя неделя астрозол и проверон у меня идут. Одна ампула деклофинака. Опять же, на всякий случай. Тут есть кларитин от аллергии. Всякое может быть. Но я вопрос к аллергии решаю еще по-другому. Где-то должна быть пачка киртифена. Я его использую тоже вот в конце. Он ускоряет и жиросжигание немножко. Считается, по крайней мере. Только где он варяется? Энтерофурил от отравлений, панангинфорта. Если вдруг. Хотя мне он не нужен. У меня все калий сберегающее. Таблетки от горла. В общем, думаю, что вы поняли. Всего довольно-таки много. И ролики про аптеку мы будем снимать с вами отдельно. Мы с вами это уже, грубо говоря, согласовали в прошлом ролике. Вы поддержали эту идею. Что-то раньше смещалось. Теперь не очень. Говорю я, да, вы кто, друзья мои. Потому что хочу вам все показать. Сейчас мы прочитаем сообщение. Так, пора забрать заказ. Угу. А что, так, пошли заказ забирать? Ну, во-первых, смотрите, кофта новая с длинным рукавом. Скоро будет отдельный аккаунт для предзаказа одежды. Эта машина. Малыш такой валит. Еда приехала, друзья мои. Здесь на 32 евро. Курс в данный момент у нас около 90 рублей. Тут три гамбургера, люли-кебабы и, собственно, мой салат. Еле выбрались из дома. Вот наша дверь. Но осилили. Доставка быстрая, реально заняла немного времени. Сказал, Лёхи, не закрывай. Я не закрываю, ты что? Я не ту сторону дернул, да? Ну ладно, сейчас. Таня же пустит, правильно? На, держи пакет. Сейчас нет, да? Как я до этого открывал, не помнишь? Все, нормально. Управился, давай, держу. Идем? Да. Давай, я буду на пол светить. А это надо закрыть, нет ее? Само запоплю. Ну так, сделай, да? Ништяк. А я себя буду чуть-чуть подсвечивать. Красиво? Да. Вот. В общем. Еда дорогая. Чтобы вы понимали, один бургер стоит 6 евро 50 центов. Я не думаю, что это какие-то бургеры типа ресторанного вида. Лёше. Сейчас покажем нашу еду. Ну, как мы есть, наверное, будем ее, не знаю. Я голодный. Лучше поесть сейчас. Чтобы не прямо на ночь. Поэтому сейчас начнем перекусывать. И после продолжим разбор нашей... Моего чемодана. Если вы не против, друзья мои. Но мы постараемся делать все быстро. Погнали. Саня! Саня! Что? Хавчик принесли? Да. Сейчас я быстро прибираю со стола. Это мое. Это из России. Мои любимые крекеры. Запредельно вкусные. Саня тоже таблеток Норта хватает, я смотрю. Где средства для рук. Очень удобный. Бак. Скрутил уже в мусор. Ромкины контейнеры остались у меня. Ребят, да, я устал. Кстати, пацанам еще рис. Хлеб, царахисовая паста. А то все в мойку. Очень крутая, короче, прикиньте. Книжка. Тут что рядом, где магазины. В общем, хозяева большие молодцы. Какой-то документ непонятный. Кофейная машинка, ну, вы уже видели. Тут чаи, правда, разнообразные. Какие-то. Потом разберемся. Так, пакет убираем. Все, этот пакет у нас будет, следующее, что? Мусорный. Сань, ну давай хавать, что там. Ребята, про бургеры я приношу извинения. Походу делаю, сейчас Саня разорвет. Он себе говорит, я голодный. Два бургера и люляки не дал. Там разорви ебальник называют. Слушай, нормальный хаш. Это мне, да? Смотрите, яички. Прям норм, гляньте, ребята. Яйца. Курица. Слушайте, я... Поражен, ты, да, на самом деле? Имей аккуратно, чтобы потом подрузок не пробовал. Так, а здесь, получается, все. Еще бургеры и... Дмитрий, соленая была, да, кебаб? Ну, такой, да. Соленоватый. Это пизда. В раз за три солью. А, это пито, получается, да? Да, на этом. Ребята, я вот подхожу, смотрю. Выглядит это, на самом деле, по камере, вкусно. Вот. Но солено. Ладно, столицу, по-моему, на амилопектине. Что я достал еще? В это время ничего особенного. Брусневер, естественно, на десятерых хватит, как обычно. Стрепсилс без сахара. У меня хронический танзелин. И в горном бывают проблемы после самолетов. Я когда страхуюсь, я уже начинаю понимать, какие-либо леденцы от горла заранее. И беру с собой. Так, что у меня еще от корутин. Витамин С с рутином. Это венотоник. Поддерживание здоровья со стороны посудов. Вен. Исключает, возможно, назальное кровотечение. Ну, по возможности. Дальше погнали. Загрузка происходит не обязательно с креатином из БЦА. После каждого приема углеводов будет 10 грамм БЦА. Объясню почему. Когда грузишь до хрена углеводов, места в животе нет. Запихивают туда белок. Тяжелый. Много. Много не нужно. БЦА компенсируют всю нехватку, так скажем, условную нехватку белка. Плюсом под ним подскакивает инсулин от них лучше. Все состояние углеводов будет лучше. В ферментативной системе проще, когда большее количество углеводов без белка будет идти. Вот такая вот система. Естественно, бензин поможет. У меня с собой еще есть панкреатин. Креатин. По примеру 1 грамму после каждого приема пищи. В течение двух дней. Если вы альтернативно одаренные, считаете, что креатин задерживает воду, особенно под кожей, то вы к истине можете поблизиться, но сейчас подумайте. Где креатин хранится в организме? Где он задержится? Подумали, нажали паузу, написали в комментариях. Написал. Да, дружище, ты прав. Ты молодец, ты умный. Креатин хранится в мышцах 95% и 5% в Макбук. Под кожей, где-то в межклеточном пространстве, креатин не хранится. И воду он там задержать не может. А если ты поел креатин и стал больше на массе, зараза, то ты просто жирный. И у тебя надулись мышцы. Но на фоне твоего жира ты как бы думаешь, что ты отек. В общем, креатин на загрузке. Да. Почему не принимаю его сейчас? Потому что мне нужно, чтобы и мышцы отпустили в воду, чтобы я был меньше. Чтобы влезть в категорию. Как только влезу, сразу креатин полетит внутрь. БЦахи на завтрак. Вместо... Первый... Блин, короче. Выпью витамины и БЦа 10 грамм, чтобы проснуть. Сразу же. Тут дальше у нас идет МСТ масла. Триглинсерид средней цепочки. Польза, здоровье. Плюс с кофе невероятно вкусно. Это на самом деле заменяет молоко и сливки на раз-два. Вкус потрясающий. Польза сумасшедшая. Лучше на липидный обмен. Лучше на питание мозга кетонами. Лучше на усвоение микро-макронутриентов. МСТ масла. Это огонь. Кроме нас в России никто не делал, потому что все лошьё. Так, погнали. Тут теперь всякая веселуха. Аргинин. Рэйдж 2.0. Бета-аланин. Кстати, нужно его принять. Потому что он не только работает перед тренировкой. Он накопительно делает действием. У меня будет много выходов на сцену. И чтобы быть выносливым, я буду... Ну, пью. Мы только начали делать бета-аланин. А еще прикол. Я не знал. Представляете, я не знал. Он недавно узнал. Он вкусный. Он сладенького вкуса. Прикинь. Я всегда насыпал бета-аланин куда-то там. Предтренирую в кучку. И не знал его чисто и вкусно. Оказалось, что он вкусный. Единственное, меня бесит покалывание. У меня есть его колет. Пипец. Как сахар, прикиньте. Ну, кстати. Если у вас не колет бета-аланина, это нормально. Необязательная реакция. Знаешь, рот сразу щекиданно. Но вкусный он просто пипец. Удивительно вкусный. Просто порезительно. Дальше. Как говорил, будут инфузии мелдерната во время загрузки внутривенно, чтобы улучшить углеводный обмен. Я говорил много всего. Очень много. Куркумин. Просто каждого приедем пищу жирами, кстати. И сейчас его нужно принять. Все баночки свеженькие, взяты со склада. Ну, опять же, был расчет на двоих. Поэтому не много всего. Блин, не мусор. Ладно. Там капельники. Я куркумина пью, друзья мои, много. Пью его больше, чем по инструкции. Я куркумин. На многом отлично. Минус одна. На полу. Куркумин пошел. Сахарозаменитель. Это еще завтрашний день. Потому что завтра еще я на урезанной сильно. Калорийности. Представляю, что гипотия улучшает состояние печени, желчеводящих путей. Также улучшает впечатление пищи. То есть выделение желчи. Закинули. Витамин. Витамин на ночь. Далко уробно в проблемы со сном. Витамин К я уже пил. Витамин К я уже пил. Water Balance Просто растительное Мочегонное Нормализует водно-слевый баланс Собственно, и мы не подводимся Цитрулин, сами знаете, что Пампела, это перед тренировкой будет завтрашней И это будет перед выходами на сцену Витамин D3 Утром я принимал Значит, просто идет он сюда на полочку Water Balance Я утром принимал, по-моему По-моему, да Витамакс Комплексные витамины Уже говорил, пьются Витаминки 2 раза в день Хотя, конечно, за раз 2 капсулы Но правильно разделить Ну, правильно Моя рекомендация О, кетотефер Я же говорил, что буду его принимать Валялся в чемодане Ацетил и карнитин С каждым приемом пищи По 2 капсулы По 1 грамму В течение дня Про и карнитин я сотню раз вам говорил Наверное, я не буду сейчас делать это опять Просто алькарнитин То есть нужно вам Вашим родителям Алькарнитин это Очень хорошо Сальбутамол Препарат для астматиков Облегчает дыхание Видели, когда люди задыхаются И х-х-х В кино Вот, соответственно, перед выходом Два пшика Для улучшенного потребления кислорода легким Трибоксин Знаете Энергия Пентоксифилин Лонг Почему лонг? Улучшает агрегацию крови Снижает степание тромбоцитов Улучшает памп сам по себе Также где-то должен взять с собой Пентоксифилин короткий По одной этапе перед выходом Потому что короткий работает, грубо говоря, час А сколько у меня лонг? Я сотку закидываю Потому что у меня четыреста и идет лонг Если бы один выход, например, был Или всего два Наверное, дважды по двести лонг Закидываю короткого Ты учитываешь, это навес свой? Или общая? Это общая рекомендация, так скажем Мужская У него прямой аккределяции навес нет У него весьма одинаково чувствуют Люди в разном весе Как зритель, наблюдая сразу же эту картину Интересно Может, что-то себе подчеркнуешь Так Капельница, бля Микролакс Микролакс, короче, на всякий случай Любой качок, чтобы иметь На всякий случай что-то, чтобы просраться Крион Ферменты Так, это у нас еще банка ацетила Потому что он быстро улетает И тут немного Поэтому про запас Пакетики Магний У меня дефицит магния Каждый пакетик 300 мг Я думаю, что завтрашнего дня Будет идти 200 Два пакетика магния Критотифен нужно выпить Кстати, еще критотифен Интересный факт Он Спать помогает Очень Вот Поэтому, кто рекомендует его утром пить Не рекомендую На ночь, вот, вкидываю Он выводит антигистаминными свойствами И что тоже немаловажно нам В условиях новой среды Нового города Новой еды И всего остального Это логично Критотифен также выводит Легким жиросжигающим действием Поэтому, в общем, суммарно Если мы рассматриваем Его эффект на организм То Если там что-то думают Вот, он таблеток только выпил Выпил Наверное, если бы Магний тоже выпили Критотифен Конефрон Кстати, надо бы тоже принять А это мне тоже Блин От давления в самолете Прикиньте, выдавило Это доченька мне положила Моя Это сироп Цикория Пищевые волокна Он Немножко сладкий Но по факту У нем нету практически Своя мих углеводов Вкусно, ребят Протек Потому что сейчас Я его Я его сейчас умою Немножко Всего можно добавить Каким-то гарниру Голевода Капельку там добавить Тоже самое кофе Если не сахар, а заменитель Но это опять же Это в день загрузки Пищевые волокна Будет как пробивать Все, помыл Все чудесно Мама Спасибо нашим друзьям и партнерам Все, подушка Все отлично Ребят, на этом мы заканчиваем Вот такой вот бардак я развел Канифрон еще надо выпить Зараза, невкусный В Москве Завтра утром в магазин Потренироваться Показать вам Деревню Как это правильно? Деревня? Ну что это? Где мы находимся? Городок Это городок Но в прошлом Сашвер, говорит В прошлом это рыбацкая деревенька Сейчас Где находимся именно мы Кашкайш Город Это Престижный, так скажем Городок Или район Близ Лиссабона Здесь Действительно очень Совершенно другая Застройка Другие дома Нам так Повезло Я считаю И у нас здесь Очень приятный Дом Все хорошо Да Завтра мы снимем Ром-тур Отправимся в магазин Снимем продукт Который мы будем покупать Вы увидите Мои глаза Смотрящие на Все вкусняшки Но Какой-то сейчас вкусняшек Мы к ним уже завтра Я их ложу в шкафчик Буду про них думать Они будут радовать Мои глаз Потому что Я строго Соблюдаю Режим питания И Мне достаточно Посмотреть На еду Что Получить Какое-то Условное Освещение Спасибо, что Посмотрели Я Мы Ждем ваши Комментарии Ссылочка На Саню Будет тоже Внизу К описанию К этому ролику Мы вас всех Ценим Любим Уважаем С вас палец Подписка Поделиться роликом И смотреть Следующий выпуск